Доброе, прекрасное, воскресное, солнечное утро, уважаемые, студенты детского университета. Здравствуйте! Садитесь, пожалуйста. Тема нашей лекции «О чем поет шаманский бубен». Сегодня мы с вами познакомимся и совершим удивительное путешествие в увлекательный, неизведанный духовный мир шамана. Узнаем, какие народы проживают на территории Сибири и Дальнего Востока. Кто же такой шаман? Какую функцию выполняет шаман? Что такое камлания? Зачем шаману нужен бубен? Кто изготавливает бубен? Из чего изготавливается бубен? В какие миры путешествует шаман? О чем поет шаманский бубен? Шаманизм – это ранняя форма религии разных народов, в котором человек является частью космоса, где есть духи и люди. Шаманизм был развит у народов Северной Европы, Сибири и Дальнего Востока, Юго-Восточной Азии, Африки, у индейцев Северной и Южной Америки. Для начала предлагаю обозначить рамки нашей с вами беседы. Сегодня мы будем с вами говорить о шаманизме народов Дальнего Востока и Сибири. Сибирский шаманизм является формой классического шаманского мировоззрения. Я хочу задать вам вопрос. Вы знаете, какие народы проживают на территории Сибири и Дальнего Востока? Русские там еще проживают. У нас есть еще варианты ответов. Пожалуйста, микрофон, да. Проживают еще татарские народы. В Татарстане, да. Якуты. Умницы. Так. Еще какие варианты? Может, украинцы. Может, марийцы. Все может быть. Так, пожалуйста, желтый. Турция. Турки проживают? Думаю. Может быть, приехали. Единичные какие-то турки. Наверное, да. Единичные случаи есть. Ну, достаточно. Хорошо. Итак, кто же там проживает? Тоже проживает. Коренными народами Сибири являются буряты, как уже сказали, якуты, тувинцы, хакасы и алтайцы. Наряду с крупными народами в Сибири проживают и малочисленные народы. Малочисленные народы – это такие народы, численность которых не превышают 50 тысяч человек. К ним относятся Наганасаны, Ненц, Алиуты, Орочи, Кеты и многие другие. Языки, на которых они говорят, относятся к уральской и алтайской языковым семьям. А как вы думаете, какое основное занятие было у этих народов? Чем они занимались? Так, пожалуйста. Мне кажется, они занимались рыболовством, разводили… Ну, не разводили, а… Ну, скажи, как думаешь? Ну, как сказать, они разводили животных. Они приручали себе оленей, ловили рыбу. Хорошо. Молодец. Ну, они занимались оленеводством и, как вы уже сказали, рыболовством. Молодцы. Практически все, да, у нас ответили правильно. Действительно, они занимались оленеводством, разводили крупный рогатый скот, ловили рыбу и занимались охотой. А перед тем, как узнать, кто же такой шаман, я предлагаю посмотреть небольшое видео о шамане и увидеть шаманский обряд камлане. А потом мы с вами все это разберем. Музыка. 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 А теперь, пожалуйста, скажите, как вы думаете, предположите, кто же такой шаман? Чем он занимается? Шаман — это который развивает солнце, дождь, если надо, и может всякими травами исцелить, которые ранены. Так, хорошо. Ещё какие есть версии? Он отгоняет злых духов и призывает себе помочь добрых духов. Правильно, ещё. Шаман является местным колдуном у них, а также он является как бы врачом. Шаман выполняет в основном духовные обряды. Так. И различные там на Западе есть жертвоприношения и так далее. Ну да, раньше были, сейчас, я думаю, поменьше. Так, ещё какие есть версии? Ещё один вариант ответа, пожалуйста, да? Это как знахарь, лекарь, который проводит всякие обряды, чтобы всё было хорошо. Спасибо, достаточно. Большое спасибо. Действительно, очень много правильных ответов. Молодцы. Да, действительно, шаман. Шаманом назывался человек, являвшийся посредником, избранником духов. Он обладал уникальной способностью путешествовать в запредельную реальность и чувствовать то, что нам недоступно. Он может разговаривать с духами и привидениями, понимать язык деревьев и животных. Шаман у некоторых народов Севера, сохраняющих веру в духов и возможностью ритуального общения с ними, он служитель культа, который в состоянии транса общается с духами, как уже сказали, излечивает болезни, помогает людям. Он может стать волком, медведем или рысью, может летать орлом или совой. Коренные жители Сибири и Дальнего Востока, глядя на шамана, испытывали внутренний трепет и преклонение перед ним. Почему же? Во-первых, от ощущения присутствия какой-то неведомой силы. Во-вторых, от незнания, от тайны, от беспомощности и беззащитности. В человеческой природе вообще страх заложен перед неизведанным. Вы, наверное, сами помните, когда вы были маленькие, многие из вас боялись темноты, так ведь? Да. И сегодня мы интуитивно тянемся к добрым, хорошим, открытым людям. И довольно скрытно относимся с опаской на людей, которые смотрят из-под тишка как-то. И вообще страх исчезает, когда знаешь, с чем имеешь дело. Поэтому знание в нашем мире является очень мощным инструментом. И сегодня мы с вами приоткроем завесу тайны этого неизведанного и загадочного человека, шамана. Термин «шаман» распространен во многих языках мира. По одной версии слово «шаман» происходит от санскритского «шараман» – странствующий, отшельник, духовный и подвижник, аскет во времена Древней Индии. И вместе с буддизмом этот термин распространился по Азии, через ивентский язык проник в русские и западные языки. По другой же версии слово имеет тунгусское происхождение и происходит от корня «са» – «знать» – «савун» – «знание», «саман» – «человек, любящий знания». Каждый народ имеет свои собственные названия для шаманов, которые могут различаться даже у одного народа, в зависимости от функции шамана и категории шамана. Вы их можете увидеть на экране. По мнению многих народов Сибири и Дальнего Востока, мир наполнен, как мы уже с вами говорили, большим количеством духов, большинство из которых – духи злые. Но сами шаманы обладают гораздо большей силой, чем эти духи, поэтому он может с ними бороться. Основой этой силы составляет душа шамана. Если она сильна, то шаман сможет победить духов. Есть такое понятие – шаманская болезнь. Это превращение человека в шамана. Изначально шаманами считались именно те люди, которые обладали такими характеристиками, как сила, воля, и были способны противостоять злу. Поэтому отметим, что шаманы – обладатели сверхсилы. Разумеется, не каждый человек мог стать шаманом. Для этого необходимы были два условия. Первое – чтобы обязательно в роду был шаман. Шаманская болезнь заключается не в прямом физическом недуге. Здесь он больше выступает в качестве последствий. Основное в шаманской болезни – психические страдания человека. В ходе болезни шаман проходил несколько этапов. Заключительным был этап пересотворения человека в шамана, которое могло длиться несколько десятилетий. У большинства северных народов шаманское призвание обнаруживалось очень рано. Традиционно в переломный переходный момент от отрочества к юности чаще всего внутренний голос подсказывал юноше вступить в общение с духами. Но если избранный медлил, то зовущий его голос мог предстать в какой-то странной форме. Например, как камень на дороге или перо, пролетевшее мимо. Ксения, а вот здесь не очень видно на этом слайде. Вот эта фигурка, она из собрания этнографического музея Казанского университета. Это экспедиционный материал. И какой у него возраст? Это давно она была изготовлена? Сложно сказать, когда она была изготовлена, но привезли ее... Написано конец 19-го, где-то ориентировочный, чем 20-го века. Привезли ее где-то около ста лет назад, в 1913-16 году были экспедиции. Вот ее привезли к нам. Вот ориентировочно, да, конец 19-го века она была изготовлена. Она на самом деле небольшая, но прекрасно символизирует шаманизм. А ее можно посмотреть в музее, как и другое, что есть в музее. Да, у нас сегодня будет, помимо вот много кадров, будут бубны показаны. И, конечно же, мы всех вас приглашаем в этнографический музей. Вы можете записаться на экскурсию и узнаете очень многого интересного, неизведанного. Родители, запомните, пожалуйста, что можно записаться на экскурсию в этнографический музей Казанского университета. Главное здание, да, аудитория 234. Вот. Здесь вот мы тоже видим бубен, его церемониальное облачение, да, шаманский костюм. И тоже мы сегодня подробно обо всем поговорим. Как я уже говорила, юноши не всегда охотно следовали зову духов. Часто они старались игнорировать знаки и не браться за бубен долгое время. Процесс обучения шаманству и принятия силы шамана у разных народов проходил по-разному. У определенных народов было принято проходить путь с более старшими наставниками. Некоторые юноши привыкали к своей новой сущности сами, без чьей-либо подсказки и помощи. После своего... После определенного обряда инициации следовало ознакомление шамана с его духами-помощниками. Вот здесь вы тоже можете увидеть, какие духи-помощники были. Он мог быть тигром, мог быть медведем. Разными-разными совершенно могли быть духи-помощники. Они могли быть животными, птицами, иногда даже душами умерших предков. В зависимости от внешнего вида можно было предположить, какой у них характер и какие были повадки. После знакомства с духами-помощниками на молодого шамана надевался шаманский костюм. Каждая деталь шаманского костюма была очень значимой для шамана. Вот то, что вы видите на экране, это тоже из собрания этнографического музея. Мы видим то, что по горловине, по рукавам и внизу обязательно были украшения. Это были для того, чтобы злые духи не могли проникнуть в душу шамана. Облачение шамана было не просто одеждой. В нем выражалась очень сложная символика. После этапа посвящения шаман должен пройти достаточно долгий и сложный период обучения, во время которого он постепенно владевал приемами, знакомился с мифологией народа, а также с космологией. Этап был настолько дорог и сложен, что некоторые шаманы умирали в процессе своей трансформации. Но те, кто доходил до конца, могли начинать помогать людям. Сейчас мы с вами разберем, какую же функцию выполнял шаман. Многие из вас говорили, что шаман помогает, исцеляет людей, гадает, предсказывает будущее и провожает душу в последний путь. Шаманы исцеляли самые разные формы болезни. В основном это было бесплодие, худоба, кашель, лечение кожных болезней, боли в сердце, болезни глаз и горла. Самой сложной в наиболее действенной форме исцеления людей была особая форма ритуальных обрядов. Называлась она камлания. От тюркского слова камшаман произошло и слово камлания, обозначающее обрядовое действие шамана, которое осмысляется как путешествие по мирам вселенной. Данное действие могло длиться несколько дней. Структура камлания практически у всех народов севера одинаковая. Шаману необходимо было созвать своих духов-помощников. Именно для этого ему необходимы были различные предметы шаманского культа. Чаще всего это был бубен и колотушка к нему. Во время практики определялся дух виновник болезни, избирался путь лечения. Шаману необходимо было решить, духом какого из трех миров необходимо было совершить камлания, путешествие. В процессе камлания, по мнению многих северных народов, тело шамана остается на месте, а душа в это время совершает далекое путешествие к миру духов. По другому же мнению, душа шамана остается в теле, но в тело входит дух, который говорит языком и голосом шамана. Соответственно, то, что скажет шаман во время камлания, считается уже не словом шамана, а словом духа, который вошел в него. Камлать могли как мужчины, так и женщины. В процессе камлания шаман под удары в бубен и крики становился легко раздражительным, кривил глазами, ртом и активно бил в бубен. В этот момент он мог прыгать, кружиться, и таким образом достигался высший уровень напряжения. В этот момент шаман теряет сознание и издает неестественные звуки, подражая птицам и зверям. Все эти действия на окружающих людей оказывали довольно сильное впечатление. Многие начинали галлюцинировать вместе с шаманом и видеть то, что видит шаман. Вот мы с вами немножко узнали о шамане, а теперь предлагаю поговорить о шаманском бубне. Как вы думаете, из чего он изготавливается и зачем он нужен шаману? Мне кажется, что немножко там из кожи сделано, а все остальное сделали там духи. Так, из кожи и сделали духи. Еще какие есть версии? Скорее всего, основа деревянная, а покрыта кожей того или иного животного. Хорошо. Деревянная и покрыт кожей. Тогда следующий вопрос. А из какой кожи могли делать, да, и какое дерево использовалось? Наверное, кожа какая-то эластичная. Наверное, какая-то, например, дерево дуба и кожа оленя, например. И этот бубен ему нужен был, чтобы проводить обряды. Так, а теперь какой правильный ответ у нас? Правильный ответ, да. Вот мы уже видим на экране шаманский хакасский бубен, который также хранится на графическом музее Казанского университета. Видите, там различные рисунки. Я тоже об этом подробно расскажу. Как уже сказали, шаманский бубен изготавливался действительно из кожи. В основном из кожи лося, лошади, оленя морала. Олень вообще был священным животным для шаманов, вообще для жителей северных народов. В основном дерево это была лиственница. Сваливали дерево, и северную часть от этого дерева вырубали определенный кусок, и это была формой бубна. Вообще, с детства мы с вами знаем, что бубен – это музыкальный инструмент. Но для шамана бубен – это живое существо. Все шаманские бубны делаются в определенных фазах Луны. Это зависит от того, какие задачи бубен будет выполнять. До создания бубна шаман в течение трех дней не принимает никакую животную пищу. Весь процесс рождения бубна происходит с согласованием своих духов-помощников. Также немаловажным фактором является вдохновение шамана. Во время камлания шаман с помощью бубна может призывать своих духов-помощников, водить себя и в окружающих в транс, путешествовать в различные миры, а также с помощью шаманского бубна возвращаться оттуда. В древности для шамана бубен связывали с его жизненной силой. Это крылатый конь, верный друг, с помощью которого он путешествует по трехмерному миру. Верхний мир – это небо, средний мир – это наше тело, нижний мир – это земля. А шаманские миры – это миры сновидений, где шаманы в этих мирах могут быть проводниками для этих людей. Также эти миры очень часто изображаются на бубнах. Вот здесь можете увидеть тоже, это шаманский кецкий бубен, он немножко уже другой. Мы видим то, что очень много металла было расположено на бубне. Вообще изготовление бубна – это очень сложный и долгий процесс. Он состоит из нескольких этапов. На обработку также уходило несколько дней. Нужно было смастерить эти металлические деревянные детали, сделать выделку кожу, просушить кожу. Основа бубла делилась три дня. На четвертой происходила ее обтяжка кожи, как мы уже с вами говорили. В основном это кожа оленя была, на которую затем наносился рисунок. Предварительно кожу замачивали в воде на целую неделю. А затем уже снимали ножом шерсть, и только после этого она натягивалась на обечайку. Обечайка – это такая определенная заготовка, которая используется для создания цилиндрических или каких-то таких предметов, конструкций. Колотушка бубна, вот вы видите, на нее привязаны различные ленточки. Тоже она сделана из кожи ног того животного, из которого изготовлен бубен. Она на внутренней ее стороне, можно тоже увидеть. Вот она такая деревянная, можно по ней стучать, бить. Очень она красивая, вот если у вас будет возможность, обязательно приходите к нам в музей, мы вам ее тоже покажем. На горизонтальных прутах бубна, видите, вот как я уже говорила, располагались железные различные изделия. Это могли быть ножи, это могли быть маленькие луки. Все, да, они защищали шамана в процессе путешествия по различным мирам, в которые он путешествовал. И каждый предмет выполнял свою определенную роль при подготовке и осуществлении вот этого духовного путешествия. Также они служили для того, чтобы отпугивать злых духов и притягивать добрых. И также служили защитой для шамана. Иногда на вот этой вот рукоятке деревянной бывает изображение лица человека. Это и есть, как бы он символизирует дух шамана. На рассвете, как я уже говорила, полагалось наносить рисунки. Рисунки были очень разные и были сделаны согласно трехмерному делению мира. Вот вы можете увидеть, верхний мир – это небо, это пристанище богов, создателей животных, людей. Средний мир – это люди. Здесь же шаман выступал посредником между верхним и нижним миром. И нижний мир – это мир умерших людей. После выделки и нанесения всех атрибутов на бубни, его клали сушиться на ночь. Начиная с этой процедуры, уже никто не мог шаманить с этим предметом до его полного изготовления. Сейчас я предлагаю посмотреть небольшое видео о бубне, как его изготавливали, как натягивали. Субтитры создавал DimaTorzok Шаман, изготовь мне бубен размером с небесный свод, Чтоб с каждым ударом гулким дрожала земная плоть, Чтоб слышались дивные песни, и в каждой из них звезда, Что над моим домом светит от вечера и до утра. И с ним я пойду по свету, а если заезд тоска, Звездою всплыву на небо и гляну на дыр с высока. И станет тогда не грустно, а даже наоборот, И станет такое чувство, что бубен меня сберег. Сберег от лихой невзгоды на долгом моем пути, Сберег для того, чтоб звезды не гасли над домом моим. И пусть, если дыма сеттула, ступлю на родной порог. Шаман, изготовь мне бубен размером с родной небосводкой. Действительно, шаманский бубен — это олицетворение земли. Он всегда был выполнен в круглой, овальной форме. Но самым важным этапом было оживление бубна. То есть момент, когда в бубен вселяется дух. После этого он был способен уже служить шаману, сопровождать его в иные миры. Существует поверье, что после того, как шаман окропит обруч и кожу бубна, то тот начинает ему показывать свою прошлую жизнь и рассказывать, как он жил в качестве дерева и животного, до большайших подробностей. Рассказ о дереве и животном обязательно должен был заканчиваться тем, что те присягают служить долго и верно своему шаману. Оживленные бубном животные — это второе я шамана, а также предок этого древнего племени и сильнейший из духов помощников. Зачастую бубен передавался по наследству от одного шамана к другому. Также бубны иногда изготавливались специально для определенных шаманов и сопровождали его всю жизнь. А после смерти шамана бубен разрывали и оставляли в лесу на священном дереве. Когда шаман бьет по бубну, его сильный удар положительно воздействует на человека или на животное. А сам процесс камлания может длиться долго или непродолжительное время. Бывает по-разному. В зависимости от того, в какую зону на бубне производится удар, шаман может входить в контакт с соответствующим миром. У некоторых шаманов существует система специальной ритмов, которая направлена на активацию различных энергетических центров человека. Все они связаны с животным миром и символизируют орла, оленя, черепаху, медведя, цаплю, тигра, а может быть даже ворона. Также транс достигается благодаря танцу под определенную мелодию, которую шаман исполняет на бубне. Именно в танце воспроизводится путешествие шамана на небо. Таким образом, символика бубна, магическая музыка, танец в сочетании с костюмом шамана являются определенными средствами осуществления магического путешествия. Сегодня мы с вами много узнали о шаманстве и бубне, с помощью которого он путешествует в мирах. А теперь я предлагаю с вами немножко пошаманить. У нас с вами сегодня нет бубна, не беда, нет масок, нет костра. Мы можем обойтись без этого. Есть много способов. Сейчас я вам предлагаю встать и постепенно стучать, хлопать в ладоши. Но мы с вами будем не сразу хлопать, а начиная с одного пальчика. Давайте попробуем. Главное, чтобы был ритм. Давайте вместе. Раз, два, раз, два. Теперь двумя. Давайте. Один, два, три, четыре, пять. Тремя теперь. Вы чувствуете, что мы, каждый из вас, растворились, да? Но зато вместе собрались в что-то единое, целое, такое мощное, грозное. А теперь четыре. Слышите, все громче. И так же шаман. Шаман, он... И теперь пять. Видите, какое у нас с вами... Спасибо большое. Получился, да? Мы с вами немножко попробовали постучать, как будто бы в бубен. То есть вы стали определенным механизмом, в котором каждое ваше отдельное я растворилось, да? И обрело другую такую массовую форму. Подобранным образом шаман вводит в себя в состояние транса, да? Для резонанса с информационным полем. Он как бы отрекается от своего я. И сливаясь с тем, что он хочет понять и услышать, он становится тем, кого спрашивает. То есть он изначально ведет беседу с самим собой. А шаманский бубен помогает шаману открыть дверь к внутреннему источнику собственной силы. Вот. Теперь я хочу вам задать несколько вопросов. Скажите, пожалуйста, кто же такой шаман? Шаман – это человек, который проводит различные ритуалы, исцеляет от болезней и помогает людям выздороветь. Правильно. Еще какие есть варианты, дополнения к такому ответу? Шаман – это человек, который исцеляет раны своими травмами и может призвать дождь, если очень надо, солнце, чтобы она выглянула из тучи. И бубен – это как его оружие. Проводник. Оно может, там противники, если он может сделать гром против них. И так они побеждают одним бубом. Еще, пожалуйста. Давайте еще один ответ. Шаман – это человек, который излечает больных, колдует. 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 Да, совершенно правильно. Вот наверху мы с вами подводим до итогов. Шаман у всех народов является собой особую категорию людей. Они обладают своей естественной силой, способны призывать духов-помощников, общаться с ними. Следующий вопрос. Что такое камлания? Обряд такой специальный. Что он символизирует, что обозначает. Обряд камлания. Камлания, как я услышал, я понял, что камлания – это обряд перехождения души в разных мирах. И сам бубен оставляет душу шамана, чтобы она полностью не улетела, а осталась в теле. Хорошо. Какие еще есть версии? Это когда шаман бьет в бубен, и как бы его душа трансгрессируется в другие миры, переходит в другие миры. Отличный ответ. Еще. Давайте еще один. Камлания – это когда шаман путешествует в разных мирах и разных вселенных. Да, совершенно верно. Камлания – это такой обряд, где шаман путешествует в разных мирах. Вы все молодцы, правильно ответили. Следующий вопрос. Какие функции выполняет шаман? Ну, я думаю, он легкий. Вы все справитесь? Я считаю, шаман – это он выполняет функции, он сначала бьет в бубен, а потом как бы кружится вокруг себя и падает в оморок и видит какие-то видения. А для чего он это видит? Зачем ему это? Чтобы призвать каких-нибудь духов или помочь людям, чтобы они здоровыми были. Вот это правильно, молодец. Для того, чтобы он видит духов, чтобы ему они помогли изгнать злых духов. Да, духов какой-то болезни, конечно. Или будущий. Видит будущее. Мне кажется, шаман делает функции, это видит какие-то предсказания, излечивает кого-то. Да, да, совершенно верно. А также гадает. Шаман может выполнять функции лекаря или странника в разные, как вы сказали, миры. Миры. Достаточно, достаточно, достаточно. А вот такой вопрос. Какие существуют атрибуты у шамана? Так. Пожалуйста. Пожалуйста, да. Пробеги. Ну, шаман это... Он получеловек, полудух. Какие у него есть атрибуты, чтобы совершать его путешествия? Ну, у него есть там палка большая, чтобы, крепкая, чтобы держаться на ногах. И бубен, чтобы, если там была вот метель, вот сегодня вечером, он там берет, призывает каких-то там духов, и завтра утром уже никакой метели нету. Значит, его атрибут бубен, правильно? Да. Хорошо. Хорошо, еще какие есть версии? Ну, я могу повториться. Бубен из оленей кожи и каркас из дерева лиственницы. И специальная палочка, сделанная из дерева, на конце у которой ленты. Да, все правильно. Бубен и колотушка к нему. Еще какой есть атрибут, помимо бубна и колотушки? Есть еще тотемы духов. То есть тигр это у нас для охоты. Еще один дух был. И дух предков. То есть куклы, по которым он мог общаться со своими предками, как они раньше в этом работали. Молодец. Сам бубен, как уже говорили, был создан из лиственницы, из кожи оленя в основном. Палка, вы нам говорили, вроде была сделана из этого же оленя, его ноги. Из кожи ноги этого животного. Спасибо. Давайте последний. Еще у шамана было специальное одеяние, которое защищало его от злых бубнов. Молодец. Да. Его шаманский костюм. Абсолютно верно. Мы с вами про это проговорили. Следующий вопрос. А кто же изготавливал шаманский бубен? В основном сам шаман. В основном сам шаман. Да, следующий вопрос. Из чего изготавливали, мы с вами уже проговорили. Для чего нужен шаману бубен? Пожалуйста. Бубен для шамана являлся не просто музыкальным инструментом, а для шамана бубен был духом, помощником. Помощником. Молодец. Еще один ответ давайте. Бубен для шамана как живое существо. Оно помогает ему перемещаться в разные миры и... А какие бывают миры? Миры бывают. Это мир умерших, мир, где мы сейчас живем, и мир богов. Мир богов. Хорошо. Спасибо. Еще ответы. Для чего шаману нужен бубен? Пожалуйста. Бубен — это как его оружие, но там не копье, не стрелы. А бубен, именно бубен, потому что с помощью бубена можно там сыграть духом какую-то песню, и они тебе помогут. Вот, либо да, либо нет. Спасибо большое. И последний вопрос. О чем поет шаманский бубен? Шаманский бубен поет о том, чтобы их защитили, чтобы никто их не убил. Так. И... Кого их? Народов? Да. Народа. Спасибо. Следующий. О чем поет шаманский бубен? Ну, я думаю, что он поет песню такую, чтобы... Ну, ты встань, чтобы мы тебя видели. Духов попросить что-нибудь, и они это сделают. Они это сделали. И давайте последний ответ. О чем же поет шаманский бубен? Я считаю, что шаманский бубен поет о том, чтобы попросить кого-то о помощи, чтобы... Чтобы, ну, помочь, чтобы... Помочь, да. Помочь, чтобы все было хорошо. Чтобы все было хорошо. Шаманский бубен поет об исцелении людей, да, о тайнах мироздания, о путешествиях в эти удивительные миры. Вот видите, еще такая прекрасная картинка шамана напоследок. Я с радостью отвечу на вопросы, если какие-то есть. Первый вопрос у меня, Ксения. Вот если наши студенты детского университета захотят сходить в этнографические музеи Казанского университета, они вообще что там могут увидеть? У нас это все в интернете есть? У нас очень интересный музей. У нас есть зал, который посвящен народам Поволжья. Мы с вами узнаем, какие народы Поволжья проживают в нашем регионе. Также у нас есть... Вот этот зал народов Поволжья, там что, представлены костюмы? Костюмы представлены, да. Они надеты. Праздничные женские костюмы, да, различные украшения. Также вы сможете там увидеть зал, который посвящен народам мира. Австралии и океане. У нас есть мумии девочки из Перу. Спасибо. Давайте попланируем, пожалуйста, нашему лектору сегодня. Субтитры сделал DimaTorzok